На сайте фестиваля молодость написано о том, что Елена Яцура это продюсер дебютантов и перечислены все картины. Ну и две картины, конечно, бросаются в глаза. У Украины особое отношение к даме по имени Рината Литвинова, потому что все знают Киру Георгиевну Муратову, нашу хрестоматию, и знают прекрасно, как она работает вместе с ней, у них такой хороший тандем, и вы с Ринатой делали два фильма. Богиня, как я полюбила, и небо, девушка, самолет. Что вы можете о ней сказать, как о личности в первую очередь, как о профессионале? Ну, знаете, во-первых, это была такая, как вам сказать, это была настоящая, я даже не могу сказать, что она была дружеская акция, потому что не то, чтобы мы друзья, не могу сказать, но это была вот акция совместная по интересам, у небо самолета совершенно термоядерная история, правда, потому что мы познакомились с Ринатой во времена, когда мы были обе известны по-своему, это было после дефолта, у нас познакомили мальчики, на самом деле, как бы познакомились через мальчиков, так сказать. Вот, у нас был очень смешной период в жизни, когда мы разгуливали в Москве и думали, что надо делать кино. Сценарий не было, ничего толком не было, потом, там, прошел еще какое-то время, прошел год, и мальчики же мне сказали, там, передай диск, там, диск эту, тому-то, сему-то, ну, почитай по дороге, потому что тебе это может быть любопытно. Я прочитала, был небосамолёт. Звать любовь не надо, явится незваный, счастье расплеснет вокруг. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, это ты? Я. Как хорошо, что это ты. А я сижу и думаю, что тебе подарить. В общем, меня все разрывает. А ты? Я очень хочу тебя увидеть. Я тоже. Ты сейчас где? Я не в Москве. Я могу приехать туда, к тебе. Сюда нельзя. Тебе не пустят. Ты можешь завтра в пять часов в каком-нибудь другом городе рядом. Могу. А в каком? Ну, я не знаю, какой город ты хорошо знаешь. Я? Я никакой. Ну, ты скажи, и я буду там. Любой город, где есть аэропорт. И я там буду ждать тебя. Если ночь полна цветами, если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами. Я каждая встречная тобою собака на дороге. Или птица, которая заглядывает тебе в окна. Так что, если я умру первой, ты все равно мною будешь окружен. Сквозь все песни ты будешь слышать мой голос. Особенно сквозь свои самые любимые. Но я не буду тебе мешать, если ты будешь вдруг счастлив. И кругами будет ходить другая. Я буду просто летать воздухом, чтобы ты им дышал. Понимаете, это история двух женщин, которым было полезно поработать какое-то время друг с другом. Я бы сформулировала честно, это так. Потому что до богини не было никаких высоких гонораров. Вообще, моя идея фиксов в том, что если я с кем-то работаю, это в конечном итоге должен получиться ребрендинг. То есть моя функция как продюсера, чтобы человек входил в проект одним, а он входил в другим. И чтобы он входил с одним статусом, а он входил с другим. Это, собственно, есть профессия. Если ты с кем-то договорился работать, это режиссеры в первую очередь, конечно, то на входе и на выходе должно быть разным. И должен быть прыжок. И это моя работа, в принципе. С Ренатой Ром так и получилось, потому что, когда мы заканчивали с богиней, это был полный, в том числе, финансовый ребрендинг. То есть это было, в результате это было доделанное, довезенное до ума на дорогой, интересный бренд. На входе это была наша с ней некая совместная инициатива. У ней было много движений с одной и с другой стороны. И я думаю, что мы сделали все правильно. Я никогда никого не любила. А ради любви возвращаются даже мертвые. Правильно. Умереть? Не бойся. Так надо. Так надо. Соглашайся. 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 Мужчина, а вы кто? При мне нашли папку с протоколом. На одной странице было нарисовано лицо, а на другой вопрос о смысле моей жизни. А вся остальная страница была исписана ответом. И это было только одно слово. Любовь. Все. Мысль есть. Любовь. 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 Когда вы в следующий раз приедете, что нам привезете, Лена? Меня интересует ваша работа. Я в начале 2011 года привезу два новых фильма. Один этот дебют. Он называется «Каденция». «Каденция» – это музыкальный термин, который означает некое построение, грубо говоря, это означает сольную партию внутри музыкального произведения. То есть это такая виртуозная штука внутри цельного музыкального произведения. Название очень красивое, менять много не будем. Это городская история, это городской фильм. Это один день из жизни пяти москвичек самых модных и актуальных профессий. Прочендайзера, юриста, переводчицы, организатора, продюсера мероприятий и артистки. Их играют. Ингебурга Добкунаэта, Мария Миронова, Любовница, Полина Кутепова, Главдия Кошина, Любовница, Ирина Хамдохова. То есть там блестящих пять женских ролей фильм этот об отчуждении человека от труда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Я очень надеюсь, что он удастся на что-нибудь другое поменять, потому что меня в нем смущает откровенное ретро настроение. Это история, которая и правда происходит в 1958 году, но она совершенно современно рассказана, и это современная такая как бы очень кинокартина, в общем, о женщине тоже. Это рассказала, скорее всего, о мужчинах. В главной роли Оксаны Фандера, которая впервые в жизни, будучи одесситкой, играет одесситку. И это очень красивая роль, это замечательная роль. А также Евгений Цыганов, Сталин, а также Адроговцева, Благдан Стука. Прекрасно. Да, и это действительно одесский фильм.